На портах Газгет поступил вопрос. Можно ли верующему человеку слушать тяжелый металл? Не повредит ли эта музыка его душе? Вы знаете, наверное, тяжелый металл, я вообще в этом вопросе не специалист. Никогда его не слушал, даже в молодости, когда он был очень популярен достаточно, в 80-е годы. Но, конечно, этот тяжелый урок, он часто даже связан с сатанистскими мотивами. Если перевести с английского языка, иногда мы не понимаем, и расшифровать, что это значит, иногда это сатанистские мотивы. И сама музыка такая, возбуждающая, разрушительная. Она тоже не всегда бывает полезна к душе. Вот были случаи, когда люди, когда были на стадионах какие-то, давали рок-концерт, какой-то такой, рок-музыки, типа тяжелый урок и так далее, люди приходили выступление, начали громить, оторвать скамейки, драться. То есть, какая-то такая, знаете, совершенно неадекватная, не мотивированная агрессия. Ну, продам их, узнаете их. Да, то есть, продам-то какие. У нас и так надо, нам, знаешь, агрессии, которая имеет источник гордости, тщеславия, раздражительность, решили, так сказать, бороться. А тут, извините, вместо того, чтобы бороться, ее еще больше нагнетают, и, так сказать, человек ей накачивает. Поэтому, конечно, не всякое сомнение, вот такая музыка разрушительная. Хотя я не скажу, что любая музыка с приставкой рок, она плохая. Вот я недавно был с семьей на рок-опере «Братья Карамазовы». Я шел немножко с таким скепсисом. Я ожидал что-то такое не совсем вот. Но я был поражен. Просто поражен, насколько автор этой либретты, музыки, и певец, он потом главную роль играл Дмитрия Карамазова. Насколько он здорово, хорошо прочитал произведение Настаевского. И за полтора часа вот смог он через эти арии, так сказать, вот как-то раскрыть. Он, конечно, взял там одну линию. И не на братьев, там роман-то большой, многоплановый. Вот эту одну линию братьев Ивана, так сказать, Алеши, отца Федора Карамазова, старца, он очень хорошо раскрыл. Я был просто поражен, что насколько, а, так, рок-опера, да, она, конечно, там не тяжелый рок, далеко не тяжелый рок, но там вот ударник и так далее, то есть то, что вот там всякие гитары, там бас и так далее, что присуще рок-музыке. Так что и в рок-музыке тоже может быть что-то хорошее. Но, еще раз говорю, музыка бывает разная. И вот, к сожалению, она не всегда будет хорошая. Вот это, конечно, вот то, что возбуждает греховные эмоции, греховные чувства, мысли, это надо отвергать. Даже если это модно, даже если это, так сказать, идут за большие деньги, все равно зачем сидеть в ретах. Это то же самое, что наркотик. Если люди, многие увлекаются наркотиками, особенно среди молодых людей, это не повод считать, что это хорошо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok